По результатам диктанта, который был написан на площадке Сыктывкара, мы можем сделать следующие выводы относительно типичных ошибок, допускавшихся участниками диктанта. Во-первых, наиболее трудности в области орфографии касались, пожалуй, трех слов. Во-первых, это слово, которое сразу удивило и испугало многих писавших диктант, это словарное слово «экзистенциальный», написание которого, безусловно, нужно запомнить. Вторым словом, которое вызывало сложности в большинстве случаев, достаточно часто, это слово «кристальный», прилагательное «кристальный», которое рекомендуется в правилах написания двойной согласной запомнить как такое особенное слово, поскольку в существительном кристалл, от которого оно образовано, пишется 2L, а в прилагательном кристальный пишется 1L. И еще наиболее частотная орфографическая ошибка — это написание слова или двух слов «также». Известно, что это такое слово «хамелеон», которое в одном случае может писаться следно, а в другом — раздельно. Когда это слово пишется раздельно, мы имеем дело с наречием и частицей «ж». Как правило, частица «ж» либо может быть исключена из предложения или же перемещена в другое место, а «так» в таком случае оказывается синонимичным словосочетанием таким образом. Вот в нашем тексте контекст был такой. Это изобретение само по себе не относится к категориям добра и зла «также», «как», «огонь», «динамит» и так далее. Таким же образом «как», ну и кроме того, здесь была подсказка вот в качестве словечка «как». «Также», «как», в этом случае пишется раздельно. «Также» пишется следно, если мы имеем дело со Соединительным Союзом и, например, мы пригласили в аудиторию Иванова, Петрова, также Сидорова, также и Сидорова. Это что касается ошибок орфографических. Что касается ошибок пунктуационных, то, конечно, здесь их было допущено значительно больше. Сам текст провоцировал пишущих на эти ошибки. Но из наиболее типичных, безусловно, нужно обратить внимание на правила оформления прямой речи. Правила постановки знаков припинания, отделяющих саму прямую речь и слова автора. Несколько случаев использования этих знаков было в тексте. Это первое. Второе — это знаки припинания в бессоюзных сложных предложениях. Известно, что в таких предложениях могут быть поставлены не только запятая, но и двоеточие тире. Знаки более, что ли, по смыслу более нагруженные, нежели просто перечисления, оформляемые через запятую. И очень часто писавшие диктант ставили такой, как бы я сказала, более простой знак запятую в бессоюзном сложном предложении вместо более по смыслу нагруженного двоеточия или тире, которые обусловлены смысловыми отношениями между частями сложного предложения. И в третьих, третье правило, на которое стоило было обратить внимание, это расстановка знаков припинания при вводных словах, словосочетаниях и вставных конструкциях. В этом тексте единожды была употреблена вставная конструкция, это такое, как правило, по форме предложения, которое отражает двуплановость человеческого сознания и вносит в основную информацию предложения еще дополнительную, уточнение, пояснение. Вставные конструкции оформляются через скобки или тире. Вставная конструкция обнаружила себя в первом предложении прямой речи физика. Вот это вот выбивающееся по смыслу из первого предложения, кстати, мы познакомились с ним через интернет, это и есть вставная конструкция, которую рекомендуется и нужно оформить через скобки. Что касается вводных слов и словосочетаний, то это тоже достаточно типичная ошибка, когда пишущие либо не видели вводные слова, такие как «кстати», «например», в данном тексте они были, и, напротив, обособляли, рассматривая в качестве вводных, на самом деле, не вводные слова или словосочетания, например, тем самым регулярно обособляли с двух сторон. Напомню, что вводные слова — это слова и словосочетания, это образования, которые имеют несколько признаков. Первый признак — это грамматический. К вводным словам нельзя задать ни от какого члена предложения вопрос. Это такая независимая от других конструкция предложения, это во-первых. Во-вторых, есть смысловые признаки, смысловой признак вводных слов и словосочетаний. Известны группы смысловых вводных слов, как, например, выражение своего отношения к говоримому, к сожалению, к счастью, выражение последовательности мысли, во-первых. Во-вторых, и так таким образом ссылка на источник информации по моему мнению, как известно, и тому подобное. Вот, пожалуй, основные типичные орфографические и пунктуационные ошибки и соответствующие правила, которые оказались, может быть, немножко подзабытыми теми, кто писал диктант в Сыктывкале. Продолжение следует...